Так, завершаем рассказ. А что так кровожадно ухмыльнулся Евстафьев? А то, что это никому не выгодно, ни вам, ни мне. Вы тратите свой рубль на антигуманный поступок. И видя вас, человека, читавшего сочинения Федора Михайловича Достоевского, я не сомневаюсь, что вы потом будете мучиться и лезть ко мне с целованиями. А мне не выгодно, чтобы меня за один и тот же рубль и упили, и целовали. Давайте уж тогда два, что ли, торговлю пошла. Да нет, что вы, да нет, что вы. Действительно, я что-то того замешался, замешкался Евстафьев. Запутали вы меня своими логическими парадоксами, что и на самом деле немножко совестно криво улыбнулся он. Да уж, конечно, бить человека за деньги ради удовлетворения собственной животной прихоти очень красиво, подтвердил незнакомец. Они замолчали. А знаете что, неожиданно предложил незнакомец, знаете что, давайте-ка мне лучше три рубля, а вот у вас и на душе полегчает. Это вы точно знаете, спросил Евстафьев. Совершенно точно, не мигая, сказал незнакомец. Но у меня столько нету, у меня дома есть, а тут нету, сказал Евстафьев. Ну так и давайте до дома вашего дойдем. Это же рядышком, наверное, догадался незнакомец. Да уж рядом, тоскливо пробормотал Евстафьев. Деньги что мне хочется отдавать. Вот и идемте, сказал незнакомец. И они пошли. Пошли по асфальту этого тихого каменного квартала, тихий Евстафьев и Гома Футурум. Капли росы выступили на асфальте, засыпали пятиэтажные дома, и свежая, свежая ночная прохлада овивала их тихого Истафьева и Гома Футурума. Свежая ночная прохлада, озаренная неземным сиянием далекой и ко всему привыкшей мы. Так, ну, можно будет потом порассуждать о том, о чем это, про что это, что это было, почему, от чего. Ну и некоторые провести анализ советской действительности до 1986 года. Это все равно поздний советский союз, очевидно. Так, всем спасибо, всем пока, до встречи в следующем ролике.